Добрый день, дорогие зрители, YouTube-канал «Россия в мундире». Сегодняшняя наша тема с Максимом Оленьевым – это мобилизация. И начнем мы, наверное, с такой мобилизации, когда же волей вещей мы очутились в Париже и русский царь главой царей. Гроза 2012 года. Мы, конечно, будем оперировать более понятными нынешнему человеку терминами, хотя термин «мобилизация» не совсем с юридической и исторической точки зрения подходит, но будем называть его «мобилизацией», потому что мобилизация у нас началась и первая, когда мы стали называть «мобилизацию мобилизацией», это русско-турецкая война, 1677 год. 1612 год. Действительно, очень много вопросов люди задают и считают так, что если какой-то далекий пращур был призван в 1812 году, значит, он минимум в этой войне поучаствовал, а максимум в заграничных походах и так далее. На самом деле, большое заблуждение, потому что уже в предыдущих передачах я говорил о том, что… Готовили. Да, во-первых, все войны, вот те, которые вела Россия, даже вплоть до русско-турецкой войны, и ее в том числе, выиграли не новобранцы, которые были только что признаны, не зеленые солдаты, а кадровая армия. То есть те, которые находились в войсках на момент объявления военных действий и запасные, которые были призваны. Естественно, в 1812 году никаких запасных еще не было, была просто кадровая армия. То есть те солдаты, которые уже длительное время служили. Поэтому первый вопрос, основной, да, то есть рекордов, конечно, готовили. Это первое. Готовили довольно длительное время. То есть срок обучения, доставки сначала в запасные войска, потом из запасных войск к месту. То есть это был где-то год. То есть уже закончилась война, начались заграничные походы, а рекорд только доставили. Плюс самое главное, что существовала определенная система распределения. То есть зеленые новобранцы, они никому не нужны. То есть точно так же, как, извините, выпускники институтов, которые хотят устроиться на работу. Их тоже мало кто берет по этой причине, потому что мало что знает. Вот так и эти. Куда был направлен основной контингент? То есть он, как правило, в 1813 году была создана резервная армия под командованием Лобанова-Ростовского. И, в общем-то, основной контингент вот этих вот рекордов, которые были набраны в 1812 году, они поступили именно в состав резервной армии. Эта резервная армия, она в основном находилась на границах, точнее на границе, то есть на территории Российской империи. И служила, естественно, своим предназначением для того, чтобы пополнять в случае чего резерв для кадровой армии. Поэтому степень пополнения неизвестна, поэтому фактически можно сказать, что эти люди охраняли рубежи Российской империи. Нечто вроде пограничников. Вот такая вот аналогия. Запасные, в прямом понимании, они появились у нас в 1834 году. И здесь тоже стоит отметить одну такую интересную особенность. Многие почему-то путаются, точнее, почему понятно, многие путаются с вопросом, а сколько же служил солдат в то время. Все очень просто. На самом деле, сроков было всего два. То есть, Петр Первый, естественно, был совсем предельно жесток. Поэтому до конца жизни. Все было однозначно. Служи, пока не помрешь. Или пока ты еле ноги волочить не будешь. Ну, если ты еле ноги не волочишь, то тебе надо отправить в Петербург, там тебя свидетельствуют. Абсолютно верно. И в этом случае могут тебя уволить, но могут и не уволить. Абсолютно верно. Поэтому попадались в книге про 18 век. Как раз пишу про увечных отстанных чинов. Что дело доходило до абсурда. То есть, больных сначала привезли в Петербург. Там должны были генералы лично их освидетельствовать. Потом обратно куда-то везти. То есть, тратить казенные деньги и так далее. Всем это надоело. И потом решили отказаться. Плюс была система монастырей, куда этих увечных чинов сначала презревали. Ну и так далее. В 1834 году Николай ввел понятие о бессрочном отпуске. То есть, стало такое понятие. До этого Екатерина в 1793 году установила 25-летний срок службы. Это была как милость. То есть, по случаю окончания русско-польской войны, специальным манифестом, в числе многочисленных милостей, которые народу были дарованы, вот, означалось и 25-летний срок службы. Вместо пожизненной. Это, конечно, был прогресс. И этот срок, в общем-то, просуществовал до отмены рекурсства. То есть, до 1874 года. С некоторыми исключениями. А в чем заключаются исключения? Как я уже сказал, первое, это Николай ввел бессрочный отпуск, который гласил следующее. Далеко не каждый, а тот, кто беспорочно служит 20 лет, мог, опять-таки, по желанию, отправиться к себе домой на жительство и 5 лет находиться там, ожидая вызова в случае каких-то военных действий. Те, кто, допустим, не служил, может плохо это понимать, но, тем не менее, в армии существует понятие отпуск. Вот я, например, ходил в отпуск через год. То есть, опять-таки, у нас из части, дай бог, процентов 15-20 только получили отпуска. То есть, далеко не каждый мог получить отпуск. Поэтому, те, кто получал бессрочный отпуск, это люди, как правило, которые заслужили своей службой и хорошим поведением. Прямо так в указе и написано. Беспорочная служба и отличное поведение. И желание еще. То есть, человек мог отказаться. Ну, собственно говоря, было ему очень много сверхсрочников. Очень много, да. Очень много. Пять лет он находился в специальных запасных войсках. То есть, он зачислялся уже в совсем другие части. На это были составлялись специальные расписания. И в случае призыва он уже призывался в эти части. То есть, тоже существовала определенная система. Она тоже составлялась по отдельным губерниям. Причем, не просто по губерниям, а еще по различным родам оружия. То есть, о чем это говорило? То есть, человек из гвардии, он не мог быть зачислен, например, в кавалерию или в гренадер или еще куда-то. То есть, он зачислялся именно по своему роду оружию. Причины здесь, ну, наверное, были следующие. То есть, гвардейцам было все понятно. То есть, это элита, которая была проверенная, которая, так сказать, не требовала никаких лишних доказательств и так далее. То есть, им поручалось, самое важное, это охрана Петербурга. Потому что неизвестно, что с частями. То есть, всю гвардию не могли взять из города и отправить на войну. То есть, кто-то оставался. Поэтому защищать царя, столицу, это прерогатива. Артиллерия и кавалерия тоже самое. То есть, кавалеристы, это, как правило, те люди, которые кавалерия до середины XIX века, это основная ударная сила. То есть, и артиллерия, это, опять-таки, наполеонские воины показали, что грозное оружие. То есть, одна из трех составляющих удара. Поэтому составляли специальное расписание, куда запасных расписанием этим определяли служить. И он обязан был явиться именно в эти части. Теперь, что касается Крымской войны. То есть, прошло немного времени. Фактически, вот Россия, хоть и вела какие-то вот эти вот войны. Там была, действительно, русско-персидская война при Николае, русско-турецкая. Потом подавление венгерского восстания. Но все эти были такие, можно сказать, локальные конфликты, которые армия решала своими силами. Но потери венгерской компании 12-14 тысяч человек, насколько я помню, это не очень много. Не очень много, да. И они решились отдельными соединениями. То есть, не требовалось никакого дополнительного призыва. То есть, стояла армия, вот действовать взяли 2-й, 3-й, 4-й корпус или 3-й, 4-й, 5-й, отправили туда. Все, и он решил задачи. Крымская война, точно так же, как Отечественная война, вызвала... Поставила, во-первых, проблему. То есть, проблема была основная, единственная, которая может возникнуть в таких случаях. То есть, армия начала проигрывать. То есть, собственно говоря, что показала Первая мировая война. А когда он начинает проигрывать, то начинаются какие-то лихорадочные действия. И что мы видим? Мы видим, что в Крымскую войну сразу проведено с 1953 по 1955 год 7 наборов. То есть, правительство начинает лихорадочно добирать контингент. Во-первых, с чем это связано? Ну, во-первых, война ведется в Крыму. То есть, не очень хорошие условия раз. Потому что это южный климат. То есть, население... Потому что туда начинает переводить... Например, в частности, из 6-го пехотного корпуса были отправлены 16-17-18 дивизии. Одна из них на Кавказ. То есть, в чужие для себя условия. Как я уже говорил, я служил в Литве. И местный климат для меня был не очень подходящий. А вот когда людей направляют тоже в Крым, да, солнышко, да, хорошо. Но, извините, там другие болезни. Для многих это непривычно. И мы знаем, что количество умерших от болезней, вообще раненых, в Крымскую войну было просто запредельным. То есть, там убитых, допустим, 5-10 процентов, а раненых, умерших от ран, там, не знаю, процентов 40-50. То есть, это просто в разы, да. Если бы не пирогов, то там был бы вообще караул. Поэтому Крымская война поставила перед армией очень такие вот серьезные задачи. То есть, лихорадочных действий делать было нельзя. Плюс, тех, кого понабрали, как я уже говорил, из 7 наборов, только 3, ну, в лучшем случае, 4. Можно считать те, которые дошли до армии. Остальные просто не успели подготовить даже. То есть, их начали готовить, а уже война закончилась к тому моменту. Поэтому мобилизации в таком ключе, конечно, назвать ее было нельзя. Да, и все были недовольны. То есть, не рекрутов обучить, армия несет кадровые потери, все мрут. Ну, то есть, полное безобразие, да, раздрай. Вот, поэтому в лучшем случае те, кто был признан в 1953 и части 1954 года, вот они дошли до войск. Почему я так об этом говорю? Потому что один из моих предков, даже два, вот, они были признаны как раз в 1953 году. Вот, я тщательным образом искал и по всяким вспомогательным данным пытался понять, а куда именно они могли попасть. Вот, я уже говорил, что как раз в этот самый момент те части, которые были расположены именно в 6-м пехотном корпусе, а рязанцы призывали, как правило, туда, вот, они попали в Крым и на Кавказ. Вот, но существовала, естественно, специальная система подготовки. То есть, первое, были запасные батальоны, которые находились, как правило, где-то вот в центральных губерниях. Вот туда этих людей из рекрутов сначала свозили, там обучали и потом уже направляли в действующую часть. То есть, вот такой вот, как сказать, перевалочный пункт. В результате, насколько они приняли участие в боевых действиях, осталось, естественно, под вопросом, потому что, скорее всего, они уже пришли к, когда, ну, в лучшем... К шамчатому разбору. Да, Севастополь там пал, и что-то там уже вот такое было. Вот, конец войны, как говорится. Мобилизация в классическом смысле, в таком, когда можно уже разбирать и делать выводы и так далее, это, конечно, русско-турецкая война, 77-78-е годы, да. То есть, и то нужно понимать, что произошло в русско-турецкой войне. Когда мы говорим о том, что русско-турецкая война – это время всеобщей воинской повинности, это не совсем так. Всеобщая воинская повинность была введена в 1874 году. То есть, первый призыв, причем последний рекордский набор – это январь 74-го года призыв, а в ноябре уже пошел призыв новобранцев. К этому моменту, после Крымской войны, армия постоянно сокращалась, потому что миллион, полтора численности колоссальная. Во-первых, им надо всем платить было, потому что рекорды – это все-таки профессиональная армия, они сражались за зарплату, да, это не новобранцы, которых… Они тоже получали деньги, но все равно несоизмеримые, да. Вот. Армию начали сокращать. Сокращать каким образом? В первую очередь начали увольнять тех, кто вот только недавно был признан. От них толку было никакого, да, то есть, надо было обучать, что-то делать и так далее. Их отправили в бессрочный отпуск. И некоторые мои родственники, прямо вот по документам было видно, что он был признан в 55-м году, а в 57-м году он уже дома сидит. То есть, два года отслужил, а то и меньше, да, если считать запасные части. Такие люди были призваны только в 63-м году один раз. И то далеко не все, когда началось польское восстание, да, знаменитое. Вот. Тогда части этих людей были призваны, отправлены в части, и некоторые из них отправлены были границам, а некоторые прямо в царство польское, да. Многие из них получили награды за подавление польского восстания и вернулись опять-таки по окончании, их, как бы сказать, отправили обратно в запас. В русско-турецкую войну 77-го года те, кто был признан по всеобщей воинской повинности, они прослужили всего половину срока. Из шестилетнего они прослужили всего три. Естественно, они не составляли, как сказать, костяк основную боевую единицу. А кто составлял? Составляли запасные. То есть вот тогда была проведена очень большая работа, то есть были составлены определенные расписания из каждой губернии, кого куда, по роду оружия опять-таки, да, то есть распределение было. Очень много людей из пехоты распределяли в местные войска, то есть в частности на Кавказский театр и так далее. Местные войска – это аналог наших внутренних войск сейчас. Да, фактически это люди, которые занимались охраной тылов, можно так сказать, да. Причем, поскольку мы знаем, что было два театра военных действий, это балканский и кавказский, да, то есть сразу пришлось распыляться, достаточно тяжелые были условия, вот, поэтому очень много было местных войск. Плюс вот Керсновский, например, анализируя разбор русско-турецкой войны, он делает вывод, что каким образом вообще шла кампания, да, то есть армия идет, какой-то пункт завоевывает, раз там гарнизон, да, оставляет часть, идет дальше, то есть вот в конце концов там до Константинополя доходит уже от армии, там, не знаю, до 50% в лучшем случае, потому что все остальное распылено по каким-то никчемным гарнизонам, где ничего не происходит, да. Ну, как бы я не беру сейчас тактику, там, стратегию, да, но вот, по крайней мере, вызвала большое неудовольствие вот такая тактика. А я уже сказал, откуда она берется, потому что местные войска, в частности, вот, не хватало, видимо, людей для того, чтобы обслуживать эти гарнизоны, да. Какой интересную особенность, я уже в прошлой передаче говорил, во-первых, подчеркнула мобилизация, это было видно по спискам потерь, опубликованных в правительственном вестнике. То есть, хотя призывали все, но ситуация должна была быть такой, то есть запасные являлись на призовой пункт, там, сказать, свой рот оружия по документам и так далее, их зачисляли. Зачисляли не всех, то есть, естественно, поскольку запасных было много разных возрастов, то есть, еще были рекурты. Как правило, рекуртов, которые были Крымской войны, их не брали, потому что они были уже достаточно, ну, скажем так, в возрасте, да, то есть, им было там 40, под 40, плюс-минус и так далее. Брали в основном те, кто призывался в конце 60-х годов, начало 70-х. Эти люди уже служили порядка 6-7 лет и были уволены, в лучшем случае, там, 75-й, 74-й годы и так далее. Тут же их призвали, то есть, они служили немного, вот. Наоборот, дома сидели недолго. Да, дома сидели недолго, их призвали и по окончании Крымской войны их уволили совсем. То есть, 78-й и 79-й годы, все. То есть, несмотря на то, что формально они обязаны были служить 25 лет, вот они отслужили там где-то вот тот срок, который был им, было записано в уставе всеобщей воинской повинности, то есть, 6 лет. Отслужились 6 лет, повоевали, все, пришли, рекруты больше не нужны. И, ребята, все, вы в отставке. То есть, потому что заработал уже на полную новую систему. Вот. Как я уже говорил, что список потерь показывал, что основная масса потерь легла на северо-западной губернии и на Малороссии. То есть, Полтавская, Подольская, Харьковская, ну, может быть, Киевская чуть-чуть губерния. То есть, из Великорусских только Воронежская очень большие потери понесла и Курская. Воронежская губерния в большинстве своем комплектовала Кавказский театр военных действий. То есть, полки, которые расположены там. Ну, Курская, она немножко раздваилась. Опять-таки, почему потери были больше у северо-запада, они комплектовали с собой Дунайский театр военных действий. То есть, вот эти вот губерния. Вот. Великорусские губернии понесли потери уже больше в русско-японскую войну. я уже тоже в прошлой передаче говорил что вот эти вот анализируя вот эти вот моменты наши военные умы генералы пришли к выводу что общей мобилизации будет очень тяжелые для населения то есть нужно каким-то образом вот это недовольство гасить потому что война это в любом случае очень сильное напряжение да тем более если это напряжение будет во всей стране это будет плохо вот лучше она пусть будет где-то в какой-то малой области вот поэтому уже в русско-японской войну была применена тактика частных мобилизаций было 9 и она касалась разные губернии то есть сначала одних потом вторых тогда но в основном это касалось центральных губерний то есть даже не вот эти вот северо-западные которых тоже немножко коснулся но тем не менее то есть запасные приходили на призывной пункт этого что касалось русско-турецкой войны да их отслеживали дальше отсеяли по взрастам потом по роду оружия а потом еще и по губерниям то есть как оказалось те губернии которые были вот те полки укомплектованные в первую очередь это балканской твд великорусские губернии ну скажем так они им немножко повезло поэтому если кто-то там так детально не исследуя своих предков может сказать что мои предки из там подольской момент губернии практически 90 процентов что принимал участие русско-турецкой войны практически 90 процентов и тем более если это рекорд там 60-х годов то есть не новобранец один из моих предков как раз был признан в 77 году я тоже ситуацию анализировал ну что там ноябрь 70 года призыв а уже феврале война закончилась все это вот что касается именно мобилизации возвращаясь к русско-японской войне здесь ситуация конечно намного острее то есть первое она происходила много раз то есть один московский округ провел порядка сейчас боюсь сказать по моему четыре или пять мобилизаций то есть естественно контингент вычерпался очень здорово да то есть первый стоит допустим в рязани 130 мой полк моего прадеда вызывает он зачисляется туда и сразу на дальний восток все а те кто потом то есть их как правило уже до направляют в другие части да то есть это тоже было немаловажно проблем а проблема естественно основная ведет свой нить из того что наши начали проигрывать то есть это не то что русско-турецкого вроде как дошли до константополя очень быстро то есть война была не так долго да а то здесь и война длится долго и проблемы начали проигрывать и вот этим весь клубок он потянул за собой вот эти вот полный момент поэтому может быть кстати исходя из этого опыта в первом мировой войне было решено что ребят давайте-ка сразу начнем всеобщем мобилизации чтобы не мудрить с этими вещами а то запутаемся но тем не менее что хочется сразу отметить первое во всех этих мобилизациях была система определенная эта система четко прослеживается эту систему можно четко проследить и выявить закономерности в каждой первом мировой русско-японской русско-турецкой вот исходя из этого естественно можно практически без ошибочно следить в какие части мог быть направлен предок который служил где он конкретно воевал на каком даже театре военных действий так далее то есть вот великой отечественной такой ситуации уже нет она не прослеживается все было настолько перемешано смешано что в царской армии от систем прослеживается очень хорошо дорогие зрители мы сегодня поговорили о мобилизациях мобилизацией в классическом их понимании в царской россии был 3 крымская война русско-турецкая война 77-78 года а 4 русско-японская война и великая война первая мировая в других наших передачах мы расскажем о других моментах комплектования русской императорской армии нижними чинами спасибо спасибо за просмотр!